В эти праздничные дни в детском отделении Видновской районной больницы чувствуется новогоднее настроение. В палатах достаточно многолюдно. Сейчас на лечении тут находится 46 детей и 30 мам. Пожелать крепкого здоровья всем пришел Дед Мороз. Подарков целый воз Дед Мороз вам всем привез. В каждой палате его принимали с радостью и малыши, и ребята постарше, и родители. Многие дети рассказывали стихи, ведь, как известно, Дедушка Мороз очень любит поэзию. Новый год – время подарков, и без них Дед Мороз не пришел. Все подарки организаторы разделили по возрастам пациентов. Позже они поделились, почему так важно всегда и везде создавать праздник. Доброта – это то, что нельзя потрогать, пощупать, но ее можно ощутить. И мы хотим именно празднованием таких замечательных праздников, как Новый год и так далее, мы хотим приобщить с молодых ногтей, что называется, детей к добру. Новый год – это такой праздник, когда хочется радости, сюрпризов, каких-то подарков. Это делает людей добрее не только детей, но и всех тех, которые работают с детьми, которые растят детей. Поэтому это очень важно в нашей жизни. Пациенты районной больницы отметили, что эта акция стала приятным предновогодним сюрпризом. А на будущий 2020 год ребята пожелали всем видновчанам… Естественно, здоровье, чтобы никто сюда никогда не приходил в больницу, чтобы все были здоровы, чтобы у всех было хорошее настроение, несмотря на погоду, несмотря на все трудности, и чтобы у всех все получалось. Никогда не болели, никогда не показали в больнице, дома. Я хочу всем людям честно пожелать, чтобы они не вели себя как звери, чтобы они были культурными, чтобы у них был удачный Новый год, чтобы, естественно, они его хорошо отпраздновали. Они вот как некоторые в больнице, чтобы они провели его со семьей. Желаю, самое главное, здоровья всем, и быть удачными в этом году, и больше, больше, больше везения. Оказаться на Новый год в больнице не хотел бы никто. Однако подобные акции – лучший подарок, который дарит по-настоящему позитивные эмоции. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.